А так, когда они там были, то это было где-то в среднем раз в недельку, потому что, он говорит, чтобы добежать до места, где эта связь есть, это все равно, что жизнь прожить, потому что авианалеты, авиабомбы, это 24 на 7, и если над тобой какая-то тень, это не просто уже, то есть, это сложно даже, мне кажется, представить, он где-то раз в недельку выходил, он говорит, это вот они, кто может, кто на позициях, кто может, то есть, много телефонов всем, кто возле связи могут там отослать всем, там плюсики, это же живой, это, ну, как бы где-то раз в недельку мы, то есть, если уже больше недели нет связи, то уже начинала нервничать. Анечка, когда вы узнали, что будет все-таки эвакуация на Вене, как вы об этом узнали, он ли сказал, и какие были настроения у него и у вас на предмет этой эвакуации? Ну, узнали немножко, скажем так, чуть-чуть, чуть-чуть раньше, чем это было заявлено в официальных СМИ, и это было, конечно, ну, это были слезы и истерики. У меня это ночь была, то есть, мы уже знали, что утром будет эвакуация начинаться, то есть, первая партия, когда тяжело раненых, девочек, их них первых вывезли именно с Азова. Ночью не спали, ну, Лера, как бы, кто не спал и знакомых, это мы над тем, чтобы лишних, вот почему мы отменили тогда первое интервью лишних, там, каких-то фотографий лишних, это все убиралось, кто не спал. С общего, потому что неизвестна, как бы, реакция российской стороны, но это был, как бы, мы уже знали, что, как реагировать на какие-то заявления уже их командиров, которые появятся, то есть, что это был единственный план, то есть, либо умереть там, потому что никто бы в плен не сдавался, либо от голода, либо вот уже от того, что нет, нет, нечем отбиваться снарядами, либо вот хотя бы вот таким, каким-то, ну, планом, как бы, эвакуации вернуться живыми, потому что, ну, там, конечно, он все время, он все время, у него был, эти последние сутки, двое, он уже был постоянно на связи, я так понимаю, они сильно уже бомбили, они могли передвигаться, голос был подавленный, ну, подавленный, как бы, он, я смирился, уже пусть быстрее это все как-то закончится, но подавленный в плане, мам, если бы у нас было то, что было у них артиллерия, танки, корабли, авиация, и мы с автоматиками одними, то есть, не с чем просто было, говорит, получается, что, как бы, этот весь вот патриотизм, защита Родины, Украины, такая свобода, независимость, вообще право жить, и бессилие, вот это в его голосе было, что вот внутри мы все можем, нам бы только вот эту помощь, и сколько они удерживали эти все силы, чтобы, как бы, спасибо, чтобы наше, над нами это солнце светило, и от бессилия, он такой, ну, уже как есть, уже быстрее бы пережить это, чтобы уже все это закончилось, ну, конечно, я просто знаю его, для меня, как и для мамы, ну, никто бы там не сдался в плен. Как их приняли российские военные? Ну, это мы уже, это только вот, дальше уже пошло, единственное, что перед самым уходом, он не в первой партии там выходил, что он все, я выкидаю симку, я там, телефона не будет, связи не будет, когда там появится, это уже начались, и все, что дальше в официальных СМИ, ну, это уже только российские, это же были, то есть уже так, я уже просто жила надеждой, когда мы выйдем на связь, ну, когда он, из его уст, это реальные факты, не то, что говорят русские, это каналы. Ну, с самого начала, вообще, в принципе, в Мариуполе, вот сколько он служит в Азове, он уже шестой год, у него все время они в базе Мариуполя, у него и до этого он все время был в таком, что они бы и с 14-го года война, мы бы там, говорит, очень быстро, и все вот это вооружение, да, туда не только вооружение, это все эти минские домовленности, он, говорит, все очень легко, все можно было в нашей территории, вот эти какие-то политические игры, и он, в принципе, вот Новый год, это мы отметили вместе, он после Нового года поехал, мы еще разговаривали, я говорю, Коль, как там, все говорят, война, война, как у вас, что у вас там вообще происходит, вас как-то готовят, он, мам, тишина, он, как бы, единственное, что он, когда вот в первый день войны, утром это он меня разбудил, мама началась, и при всем этом у него была четкость, собери там документы, ты-ты-ты, если что, чтобы выезжать, и даже, то есть он уже знал, что их будут эвакуироваться за встали, он, у него эта забота, мам, нас сейчас выведут, Мариуполь, уже все, то есть все.